На этом видео скалолазы сжимают такой прибор как динамометр, чтобы выяснить у кого же из них самые сильные предплечья и хват. Большинство спортсменов мастера спорта по скалолазанию, но результаты данный тест показал весьма слабые. В среднем получалось около 70 килограмм, у некоторых результат опускался вообще до 50, и лишь один спортсмен осилил 89. О чем это говорит? Да все просто. Спортсмены этого направления определенно точно уделяют повышенное внимание своим предплечьям и хвату. Но работают на выносливость, а не на силу. Сегодня же мы решили выяснить, кто же по праву обладатель самых сильных предплечий в мире, и что самое интересное, каким видом спорта занимается этот атлет. Пишите свои догадки в комментариях. Информации мы как всегда собрали достаточно много, поэтому присаживайтесь поудобнее, колотите любимый напиток и давайте во всем этом разбираться. Для того, чтобы определить лидера, человека с самыми сильными предплечьями, нужно сперва понять, какую функцию выполняет эта мышца. Предплечья делятся на сгибатели и разгибатели. Одни из них сгибают и разгибают кисть целиком, а другие только пальцы. Также есть еще пронаторы и супинаторы, производящие соответствующие движения лучевой кости. То есть у человека с по-настоящему сильными предплечьями должен быть сильный хват и по-настоящему сильная кисть. Короче говоря, динамометр такой человек точно должен сжимать за 100 килограмм. Для тех, кто не в курсе, то динамометр это такой прибор для измерения силы сдавливания. Им очень часто проверяет своих гостей Виктор Блуд. Да и в целом, вещь довольно любопытная и помогает, что называется, не абстрактно, а математически выяснить, насколько же сильны ваши предплечья и хват. Где такой приобрести? Вопрос достаточно риторический. Ведь все подписчики моего канала наверняка знают точно ответ. Конечно же на Е-каталоге. По сути, его можно достать и в другом месте, но тут просто будет дешевле. Только обратите внимание, на какое количество килограмм рассчитан прибор. Мой вам совет брать, ну хотя бы до 90. Тогда вам точно будет куда расти и на кого ориентироваться. Ссылки для Украины, России и Казахстана все там же, то есть в описании. А мы идем искать того, кто сможет, что называется, утопить стрелку данного прибора. Но где же нам искать такого человека? Например, в том же бодибилдинге есть такой атлет, как Фрэнк Макград с предплечьями в 50 сантиметров. Дай бог каждому иметь такой бицепс или даже ноги в обхвате, как у этого парня долбаные предплечья. А также есть Гюнер Розбо, у которого и вовсе предплечья достигали отметки в 52 сантиметра в обхвате. При этом Гюнер выполнял на них 20 рабочих подходов за тренировку. Не то, чтобы это послужило главным критерием в развитии больших предплечий у Гюнера, но в золотую эру спортсмены соревновались не только в объемах, но и в том, у кого тренировки жестче и объемнее. Ну и как вы понимаете, лидером в безбашенности тренинга всегда был и остается Ронни Колман. Его на выставке встретил другой небезызвестный спортсмен по имени Пол Найт и предложил Колману сжать эспандер серии Капитану в Краш 3. И хоть старт выдался относительно легким, до конца этот эспандер Колман все же не закрыл. Напоминаю, что сила сжатия этого чуда 127 килограмм. Понятное дело, что Колман это делал впервые. И расположив он его правильно в руке, наверняка бы довел дело до конца. Об этом писал даже сам Пол Найт в комментариях. Мол, хотел объяснить Колману технику, но тот был слишком занят подписанием автографа своим фанатам. Однако, как бы там ни было, объем мышц не прямо пропорционален их силе. Особенно, если учесть, что некоторые атлеты очень любят играть с синтолом. А значит, самое сильное предплечье нам все же имеет смысл искать в другом виде спорта. Что ж, предлагаю копнуть в пауэрлифтинг. Я бы сейчас с удовольствием обратился к результатам того же Хафтера Бьернсона. Но, к сожалению, в своем недавнем выпуске я рассказывал, что у этого спортсмена была детская травма, связанная с нервами, из-за которых его хват на порядок слабее, чем мог бы быть. А сейчас Хафтер изрядно похудел и ушел в единоборство. Его хват уже точно не из сильнейших. Что ж, тогда из ныне действующих монстров пауэрлифтинга я бы выделил Ларри Уиллса, который в лучшие свои попытки сжал динамометр на 110 килограмм. К слову, должен отметить, что сжимать эту штуку совсем не то же самое, что эспандер. Ведь в сжатии эспандера важна не только сила, но и техника, плюс антропометрия. То есть ширина вашей ладони и длина пальцев. А вот динамометр не обманешь, он показывает ровно столько, сколько ты жмешь. Ни больше, ни меньше. И знаете, для того, чтобы вы не думали, что все так легко, я покажу вам нормативы для этого прибора и результаты обычных, не самых топовых пауэрлифтеров. Для начала давайте взглянем на таблицу нормативов. Как видите, средние результаты для мужчин до 35 лет колеблятся от 50 до 69,5 килограмм. Давайте проверим на практике. Это видео я нашел на просторах ютуба, где на одном из местных чемпионатов по пауэрлифтингу ребята тестировали свою силу сжатия. И как видите, результаты довольно слабые. В среднем по больнице получалось выжать около 50 килограмм. И только вот этот мужик в самом конце утопил стрелку динамометра к отметке в 90. Что сразу же натолкнуло на мысль, что собственный вес в этом деле, впрочем, как и в любом другом, касаясь темы силовых видов спорта, однозначно имеет значение. Конечно, в рамках данного выпуска мы не можем быть на 100% объективными, поскольку у нас нет данных абсолютно всех звезд пауэрлифтинга. Банально потому, что далеко не каждый из них его тестировал на максимум. Но мы хотя бы можем пройтись по самым известным спортсменам и провести некую параллель между их результатами. К примеру, на канале Виктора Блуда тестировали силу Кирилла Сарычева. Ведь раз уж мы заговорили о габаритах, то без Кирилла этот выпуск точно бы не обошелся. Так вот он-то как раз продемонстрировал всю мощь силы сжатия на динамометре и утопил стрелку до самого конца, то есть на все 90 кг. Разумеется, что хват у него выдает больше сотни, но точной цифры мы так и не узнали, поскольку динамометр был, мягко говоря, не для него. Тогда я решил поискать информацию о таком спортсмене, как Джон Хак. Этот атлет немногим более недели назад установил мировой рекорд, набрав в сумме троеборья по пауэрлифтингу более 1000 кг, став первым человеком, который при собственном весе до 100 кг сумел набрать такой тоннаж. Просто, чтобы вы понимали, он сделал тягу 402,5 кг, естественно, без лямок. Для того, чтобы поднять такой чудовищный вес, хват наверняка должен быть, ну, просто космический. Покопавшись в интернете на канале Джуджи Муфу, я нашел проверку силы его хвата и очень удивился. Короче говоря, этот спортсмен даже не смог сжать эспандер кок 2,5. Просто, чтобы вы понимали, даже я его сжимаю без проблем при собственном весе в 75 кг. Но не суть. Роллинг тандер, то есть отягощение на вертикальном грифе с вращающейся ручкой, Джон тоже поднял очень слабо. Ему поддались только 66 кг. 71 кг он уже вытянуть не смог. При этом, повторюсь, Джон делает становую с весом в 400 кг. Это дает нам понять, что хват у этих спортсменов относительно сильный, но точно не самый мощный в мире. Если уж мы говорим об относительной силе, то есть и такие спортсмены, как Олег Жох с его аномальной рукой, да и сотни других мощных легковесов. Но как бы там ни было, едва ли их сила предплечий сравнится с габаритными атлетами. Все-таки против физики не попрешь. Значит, нам нужно искать самого габаритного спортсмена, и да, пожалуй, все-таки в армспорте. Ведь как-никак именно эти монстры знают толк в прокачке своих предплечий. Причем именно в силовой манере. И кто там у нас самый большой в армии? Правильно. Денис Цыпленков и Ливан Сагинашвили. И если результаты первого на динамометре нам вряд ли удастся узнать, поскольку Денис сейчас не в своей пиковой форме, а все, что нам известно, это то, что Цыпленков с легкостью колол орехи пальцами. Но этого недостаточно. Нам нужны цифры. И, к счастью, мне таки удалось найти эти материалы с Ливаном. В общем, какой-то японец в 2019 году притащил довольно мощный динамометр на 140 килограмм, чтобы проверить сильнейших рукоборцев в мире. И вот тут-то, друзья, все и стало на свои места. Почти у всех были результаты за сотню. Виталий Лолетин выжил 122 килограмма. Евгений Прудник и Дмитрий Трубин по 118. И, наконец-то, кульминация. Ливан Сагинашвили. Спортсмен, собственный вес которого достигает 180 килограмм при росте 1,90 метра. Этот человек сдавил эспандер, показав при этом 127 килограмм. И это с первой попытки, никогда до этого не выполняя данный тест. О, ооо, оо, ооо, 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 оооо, 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 оооо. Короче говоря, можно однозначно заявить, что самые сильные предплечья принадлежат армспортсменам тяжелых весовых категорий. При этом, если учитывать, что Сагинашвили по своей антропометрии, пусть и незначительно, но превосходит Дениса Цыпленкова, то можно сделать вывод, что на данный момент времени именно этот человек обладает сильнейшими в мире предплечьями. Что ж, если я кого-то упустил, обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. Ну и конечно же, приходите к нам на тренировки. Прямо сейчас перед вами результаты подписчиков, которые тренируются по нашим программам. И это не какие-то там выдуманные трансформации, а реальные, достижимые всего за несколько месяцев упорных тренировок. Всю информацию о проекте я как всегда оставлю в описании. Будем рады видеть каждого из вас. А я прощаюсь совсем ненадолго. С вами как всегда был Федор Чепкий. Еще увидимся. Пока.